Всем привет! Сегодня так много посылок, что даже мои руки уже не помещаются, чтобы показать вам, типа я буду их распечатывать. На почте мне сегодня сказали, что моё отделение работает только за счёт меня. В общем, распечатка где-то 13 или 14 посылок я насчитал. Будем начинать со всего, что лежит выше и добираться глубже. Посылок очень много. Я даже проверил по трек-номеру некоторые, некоторые шли без трек-номера. В общем, столько всего, что я уже и забыл, что там лежит. Так что будем походу распечатывать и заново смотреть. Такой пакет и внутри влага. Я не знаю, откуда у китайцев влага. Реально вот запотевшее такое. Ну, вроде не пахнет. Так, дальше в пакете ничего нет. Это я всё готовлюсь к летнему сезону. Здесь две пары очков. Вот так вот они выглядят, весёленькие такие. Ну и точно такие же чёрные, их распечатывать не буду. Прикольные очки. И на лето к морю то, что надо. Да и вообще я заказал штук 15 пар очков разных. Там на выбор будут. Переходим дальше. Вот к этой посылке. Блин, как много всего. Я даже теряюсь. Это будет видео очень большое. Так что усядьтесь поудобнее. Сходите, возьмите себе чай. Можете поставить на паузу, сделать себе кофе. Кто что любит. Это сигнал к велосипеду. Купил как презент. Будет прикольный такой сигналчик. Стоил около доллара. Вообще люблю такие... Прикольная штука. Ну, забавная. Поставлю на велосипед. Дальше. Ну, раз тема очков. Дальше вот посылка без стрек-номера, но зато с рисунком очков. Люблю, когда китайцы так хорошо запаковывают. С одной стороны оно точно не помнется, не поломается, но распечатывать это затруднительно. Вот так. Я уже несколько посылок распечатывал так, что поцарапал очки. Ну, в общем, были случаи. Поэтому, если будете распечатывать, распечатывайте аккуратно. Это вот такие очки мухи. Здесь даже положили фиброчку. Ну, это просто обычная тряпочка. Очки такие здоровые. Нет, я не собираюсь торговать очками. Меня уже так спрашивали. Просто заказываю там на подарок кому-нибудь. Вот такие здоровые очки. Вроде без царапин, все хорошо. Все очки дешевые. Все стоят около полутора долларов. Ну, кроме каких-то особенных, которые я там для себя заказывал. Так что, в принципе, можете не бояться и заказывать в Китае очки. Не покупать их у местных перекупщиков. У нас они стоят где-то в 3-4 раза дороже, чем в Китае. Это обычные перекупщики. Так, что это за пакет? Это я уже распечатал. Что тут стоишь? Так, а здесь у нас без трека. Здесь я не знаю, что у нас. Сейчас распечатаем и увидим. Такая корабулина. Некоторые коробки даже можно вторично использовать. Они такие добротные. Ну, это кому надо, кто отправляет. И здесь тоже очки. Ну, в общем, тема очков не раскрыта. И еще вот такие. Тоже не поцарапанные. Такие нормальные очки. Черные немного вот здесь болтаются. Ну, что можно хотеть за эти деньги? Это же не Ray-Ban за 100 долларов. Правильно? Убираем очки. Убираем коробку. Открываем следующий пакет. Набью руку. Очки. Да ладно? Ну, в общем, все, что было без страйка, это все пришли очки. Очень много очков. Я уже сам не знаю, куда я их буду девать. Немного увлекся. Ну, тоже вот такие вот. Я не знаю, это надо мерить на любителя. Ну, в общем, у меня будет дома столько очков, что померить будет что? Все знакомые придут, перемеряют. Я уже чуть очки в мусор не бросил. Так. Следующее. Я так понял, вначале мы маленькие. Распечатаем, а то они здесь так болтаются. Неудобняк. О, это тоже очки. Это что-то типа Ray-Ban, я уже чувствую. Вот так они запакованы. Здесь такой целлофан. О, такие прикольные золотистого цвета. И переливаются синий и золотой. Синий и золотой. Не знаю, видно ли на камеру, но вот эти очки прикольные. Напомню, что все они стоят около полутора долларов. Прикольные очечи. Так, эти надо аккуратненько убрать. Далее. И здесь три пары очков. Надо назвать видео распаковка очков. Остальное потом распечатать. С каждой идет салфеточка. Никому не нужная. Лучше бы чехол положили. Чехол, вот реально нужная вещь для очков. Я постоянно ношу в чехле. Но тряпочка реально классная. Я люблю такие яркие тряпочки. По-моему, точно такие же, как предыдущие. Переливаются золотисто-синим каким-то цветом. Но тряпочка зачетная, конечно. Не хочет держаться. Так, эти мы тоже куда-нибудь уберем. Я думаю, цвета, каждый цвет мы смотреть не будем. Ну, в общем, синие, Ray-Ban, как Ray-Ban. Это в формате авиатор. И золотистые. Так, вот этот пакет. Это я даже помню, что. Это стекла. Главное их аккуратно распечатать. Да, они так добротно запакованы. И такой тверденький пакетик. Почтой Швеции шло долго, но больше вариантов не было. Это стекла на Cubot S200. Здесь два стекла. Здесь что у нас написано? Приветствия, Hi, Dear Friends. Ну, как всегда. Китайцы любят нас друзьями называть. Стекло на Cubot S200. Здесь немного треснувшие. Ну, типа лучшей обычной пленки. Стоил 10 долларов. Это упаковка. Там все, что нужно, чтобы наклеить стекло. И вот такая интересная штука. Может, вы встречались. Это наклейка такая, которая забирает пыль, не оставляя следов из-под пленки. Ну, в общем, все гаджеты, чтобы наклеить эти стекла, здесь есть. Тут, судя по всему, сами стекла. Ну, вот стекла как стекла. Вот такая вот тверденькая штука. Поклею, посмотрю, что это такое. Ни разу стекла не использовал. Да и вообще, я предпочитаю телефон без всяких пленок использовать. Без чехлов. Мне так удобнее. Дальше. Так, эту бумажку я не знаю. Ну, может, потом почитаю. Дальше у нас вот такой большой. Ага. Здесь у нас, по-моему, чехлы. Да, это чехлы на Cubot S200. Ну, вы знаете, я продаю Cubot S200. Вот такой вот черный. Ну, они здоровые, конечно, это жесть. Телефон в несколько раз меньше. Что это за чехол такой громадный? И вот такие вот чехлы. S200 написано. Значит, должно подходить. Так, сейчас мы посмотрим поближе, что это за чехол. Кстати, я заказывал белый. Почему пришло черное? Ох уж эти китайозы. Сто процентов заказывал белый. Потому что у меня же не все телефоны черные. Сейчас мы примерим, как оно будет выглядеть. У меня есть как раз вот открытый Cubot. Немного запылился, лежал. Ну, вот это просто мешок какой-то. Просто громадный мешок. Ну, так плотненько залазит. Вылазит, залазит, вылазит. Все хорошо. Ну, огромный. В карман он не поместится. Я не знаю, где его носить. Не удобняк. Высовываем его обратно. Ну, вот единственный косяк. Выбирал я цвет. И явно помню, что выбирал еще и белый. А белого не пришло. Пришли только черные. Это же надо. Что с ним взять? Сейчас скажут, отправляй обратно, друг. Конечно, ничего обратно отправлять не будем. Еще тратить на это деньги. Ну, покупая в Китае, нужно рассчитывать на то, что всегда могут быть какие-то косяки. Я уже привык. Даже начинаю с этим бороться. Можно китайцев даже наказывать. Финансово, естественно. Здесь у нас зарядка и батарейка SJCAM. Что тут у нас за батарейка? Вот такая вот. Наверное, не фирменная. Потому что покупал на Алиэкспресс и чувствую, что она мягенькая. Здесь заклеена. Ну, в принципе, некоторые не фирменные батарейки. Ну, с этим же логотипом. Могут держать точно так же, как и фирменные. Ничем не отличаются. Просто дешевле стоит. Может, у них меньше циклов заряда, разряда. А вот с зарядками нужно быть аккуратным. Вот здесь сзади SJCAM не написано. Эту зарядку нужно бы протестировать. Потому что зарядки очень часто портят батарейку. Получается так, что зарядка должна выключить батарею при заряде полном. Она может ее не выключить, и батарейка будет заряжаться, пока ей не надоест. В общем, батарейка вздувается, теряет свои свойства. Так, здесь у нас две зарядки и батарейки. Одна батарейка и две зарядки. Помню такое, да, заказывал. Люблю я на Алиэкспресс всякую шляпу заказывать. Вот посмотрите, видите, и здесь нету логотипа SJCAM. Покупая на Алиэкспресс, такое сплошь и рядом. Заказываешь, там был логотип на рисунке, я точно помню. А здесь логотипа нету. Либо нужно долго допытываться у китайцев, есть ли там логотип, нету там логотипа. И вообще, оригинал ли это. Там может быть логотипа, но это не оригинал. На Алиэкспресс покупка. Ход в мешке, я уже рассказывал. Ладно, потом запакую. А батарейка какого формата? Ну, вот такая нефирменная батарейка. Так, что посмотрим дальше. Дальше вот эту посылку посмотрим. Такой огромный ящик. А посмотрел по трек-номеру, здесь какая-то мелочь лежит, насколько я помню. Но коробку не пожалели здоровую. Сейчас распакуем и рассмотрим, что здесь может лежать. Так, коробка может еще пригодиться на хозяйстве. И, конечно, пупырки они не жалеют. Запаковали. Так, сейчас распакуешь, а там ничего нет. Очень-очень-очень запаковали. Так, а здесь у нас присоска к любой камере. Там GoPro подходит, к SJ камерам. В общем, у них разъем одинаковый у всех. Тут еще дополнительный аксессуар закручивать. И сама присоска. Это не фирменная SJ камовская. Видите, это немножко другая. В SJ кам другая присоска. Но я хотел посмотреть по качеству, как левая присоска вообще нормальная или не очень. В общем, посмотрю и расскажу. Вот тут какая-то крутилка такая. Ну, в общем, теребить она будет конкретно. SJ кам мне на первое ощущение больше понравилось. Хотя вот эта присоска стоит дешевле. Она что-то в районе 8 долларов, по-моему. А с ЖКом 10. Так, это сюда. Это туда. И дальше. Остались только большие посылки. Ну, вот эту в конце откроем квадратненько. Сейчас вот эти. Эти уже больше смахивают на камеры. Поэтому тут секретов никаких нет. Вы знаете, что я продаю камеры. Поэтому что здесь еще может быть? Но в этих посылках есть одна очень интересная камера. Так что, те, кто досмотрели до конца, вам будет интересно. Я заказывал одну очень необычную камеру. Она у нас в стране не продается. Но по характеристикам просто бомба. Распечатаю и расскажу. Ну, это не достается. Не хочу повредить посылку. Может, мне еще переотправлять надо будет. Давай, вытаскивайся. Айти есть. С J4000. Все, там больше ничего внутри нет. Сейв. Посмотрите, а вот обратите внимание. Вот этот сейв и код внизу, который стереть нужно. Вы, наверное, знаете. Он должен быть и на 4000 модели. Мне очень много писали по поводу 4000. Сейчас продается 4000 модель с логотипом на коробке. С логотипом на камере. Но вот этого кода сейв нет. И перепрошивки. Кнопка ОК перестает работать. Кнопка вниз исполняет ее функции. Короче, эта камера Акмель, скорее всего. Просто поменяли переднюю крышечку и на коробке логотип нанесли. В общем, подделки вышли на новый уровень. Скоро об этом засниму видео обязательно. Но эта камера, судя по всему, оригинальная. Но там же есть сейв-код. Правильно. Сейчас мы еще посмотрим версию прошивки, чтобы наверняка знать. Не то, чтобы я на память помнил все версии прошивок. Хотя нет, наверное, уже на память помню. 2014-09-29. Ну да, это та, которая была заявлена. Это оригинальная прошивка. Попробую перепрошивать эту камеру. Тогда будет точно ясно. Зачастую, просто перепрошив на официальную версию прошивки, можно понять, оригинальная камера или неоригинальная. Так. Это такая прикольно запакованная. А это просто мусорный пакет. Поэтому мы его в первую очередь откроем. А в мусорном пакете у нас... Непонятно пока. Тоже что тут запаковано. Вот такую прикольную... Что это такое? Упаковочная штука какая-то. Вот оно что. Это то, чего я вам не хотел пока рассказывать. Хотел в конце рассказать. Ну ладно, расскажу сейчас. Это AT300 с двухдюймовым экраном. 1080p 60fps. Стоимостью 100 долларов. Ну, в общем, камера по характеристикам просто зверь. Давайте я вам поднесу ближе 5 мегапикселей матрица. Что довольно неплохо. Это 100% лучше, чем на любой 4000-й. 160 угол обзора. Хотя бы честно. Это не 170. Ну, 160 надо будет проверить. Посмотрите форматы, в которых она снимает. 1920 на 1440, 30 fps. 1020 на 1080, 60, 50, 30, 25 fps. В общем, ну, бомба по-моему. Вообще классно. По характеристикам мне она очень понравилась. Сейчас хотя бы ее распакуем. Ну, обязательно про нее сниму тест. Будут видеосравнения. Вы знаете, что у меня есть облако, на котором я храню видео, отснятое на камеру. И вы сможете посмотреть оригиналы в видео. Надо будет еще определить, кто производитель данной камеры. Потому что AT300, оно мне ни о чем не говорит. Заметьте, вот я бы ее сравнил с Xiaomi. Xiaomi примерно в ту же сумму получается. По тем же характеристикам. Здесь в комплекте идет пульт. Тоже это радует. Вот такой вот прикольный. Какое-то soft-touch покрытие. Удобное по ощущениям. Вот он даже моргает немножко. Не знаю, не видно. Видно, по-моему, что моргает. Не знаю, как здесь батарейки менять. Но он должен быть, кстати, водонепроницаемый. Это тоже будем проверять. В комплекте идут крепления. Которых, кстати, нет у обычной. У Xiaomi. Несколько креплений. Шнур. Вот зарядка не радует. Посмотрите, какая зарядка. Ну, я что? В Штатах живу. Мог бы уже и переходник прислать. Уже забыл, когда последний раз пользовался переходником. Не micro USB, а mini USB. Сразу вижу. Вот этим кабелем тоже я не пользуюсь. Это AV к телевизору подключать. Сейчас посмотрим на инструкцию. По характеристикам камера зверь. Если она реально выдает эти характеристики и стоит 100 долларов, ну, она становится сразу на первое место по всем возможным продажам. 5 мегапикселей. Ну, в общем, я потом все подробно рассмотрю. Вот такой двухдюймовый экран. Открывается с другой стороны. Это, по-моему, как... Вот, даже непривычно, как она открывается. Неудобно. Да, с другой стороны не так комфортно. Прикольная она, конечно, с виду вот такая. Ну, необычная. Я уже привык работать с SJCAM. Wi-Fi у нее есть. Включается сверху. Два дюйма экран. Велко мне пишет, значит, что это за кнопочка. Что она делает. Так, как опции. Как переключаться. Ну, в общем, я пока не знаю. Потом, походу, разберусь. Прикольная она. Очень приятная по ощущению. Внизу крепление есть, которое у 4000-й, по-моему, нет. Насколько помню. Нет, нету. Ее можно сразу крепить на монопод. Очень удобно. Так, эта камера требует очень большого внимания. Поэтому я потом ее рассмотрю подробнее. Батарейка здесь 1100, насколько я помню, миллиампер. А где здесь батарейка? Не знаю. Он сам спросил, сам ответил. Кленочки, кстати, на экране нет. Хотелось бы на нее, конечно, посмотреть. Но что-то кручу, верчу. Не могу найти. Может, здесь батарейка не достается? Тоже может быть. Ну, в общем, рассмотрю потом поподробнее. Она у меня будет в обзоре, в любом случае. Так, пока по этой камере все. Потом запакуем. Так, ну и здесь у нас 5000-я, скорее всего. Потому что я заказывал. Надо аккуратненько ее вскрыть. Люблю распаковывать посылки. Наверное, даже больше, чем заказывать. Хотя, заказывать тоже приятно. Выбираешь, заказываешь. Удобная, кстати, коробка. Удобная тем, что верх не снялся. Вот он. Крышка. Ну, хорошо, запаковано. Претензий нет. Камера даже не помялась, не побилась. Ну, сама упаковка. 5000-я. Плюс. Обычная. Ничего интересного. У меня такие уже в распаковках. Очень много раз были. Просто, вот зацените. Допустим, здесь камера 16 мегапикселей. Но это же не так важно, сколько там мегапикселей. Правильно? Главное, как камера снимает. Кстати, моя камера снимает? Да, пока снимает. У этой камеры, которую до этого я смотрел, 5 мегапикселей. Ну, снимает она в разрешении 12, но матрица 5, а здесь матрица 16. Но если вот эта за 100 долларов снимает лучше, чем вот эта за 170 с тем же комплектом, то я не вижу смысла в 5000+. Надо будет рассмотреть поподробнее. 5000+, мы особо останавливаться не будем. Уже 100 раз смотрели такие. Сейчас только посмотрим версию прошивки. Аккумулятор заряжен, как ни странно. Снова немного не уложился по времени. 20 минут прошло, а я все еще разговаривал про камеру. Там версия прошивки 2.1 была, но суть не в этом. Последние посылки у нас были часики. Вот-вот в такой коробке. Вилл Вайлон написано на коробке. Часы стоят 35 долларов. Посмотрите, какие они громадные. Они в два раза больше моих, наверное. Очень большие часы. Дорого стоят. Это, наверное, позолото на них, если они так дорого стоят. Сзади написано, что водонепроницаемые. Фирменные. Фирма называется Show Fine. То есть, они должны хорошо показывать. Не знаю, насколько хорошо они показывают. Время я на них уже перенастроил. В общем, выглядят они вот так. Я думал, что они меньше по фотографии. Оказалось, что они вот такие большие. Каучуковый ремешок. Я еще его не одевал. Ну, в общем, сразу видно по размеру. Если кисть большая, то будут смотреться нормально. На моей кисти они смотрятся слишком большими, мне кажется. Ну, не знаю. Нет лишних датчиков никаких. Ничего, кроме времени. На моих, например, еще дата вот здесь есть. Здесь даты нет. Ну, в общем, симпатичные часы. Не знаю, стоят ли они 35 долларов. Я бы себе такие, наверное, не купил. Ну, очень огромные. Вот, в принципе, и все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Если не будете ставить лайки, я не буду снимать распечатки. Честно. Потому что что-то вы вообще ничего не пишите. Пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Короче. Пока.